К другим темам переходим. Наше небо под надежной защитой. Ракетоносцы Ту-95МС проверили работу подразделений ПВО в Южном военном округе. В тренировке участвовали до 10 экипажей дальней авиации, сообщает Миноборона. И это только часть командно-штабных учений вооруженных сил Кавказ-2016. Условия максимально близки к боевым. В этом убедился Алексей Декин. На острие атаки мотострелки и танкисты 58-й армии Южного военного округа. На полигоне Серноводская начало активной фазы командно-штабных учений Кавказ-2016. По легенде, несколько групп боевиков перешли южную границу российского государства. И вот теперь атака банформирований пришлась на сводные подразделения. Сейчас отрабатывается тактика отступления. Но когда на освободившиеся позиции российских войск подходят бандформирования, их накрывает шквальный огонь тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня. Сводные подразделения были приданы нам, соответственно, гавочный самоходный артиллерийский дивизион, танковая рота, инженерная. Заняли, соответственно, район, расположились, замаскировались, то есть готовы к обороне, отражать наступление противника. Разрозненные группы боевиков до последнего оказывают сопротивление. Это упражнение называется засада диверсантов. По легенде, атака произошла на колонну, находящуюся на марше. По правилу, были уничтожены первая и последняя машины, и завязался бой в пересеченной местности. Разряд группам удалось отбить атаку на колонну, находящуюся на марше, но вот все-таки от бандформирования откололось несколько боевиков. Им удалось пробраться к командному центру, и они попытались его атаковать. Однако были замечены с беспилотных летательных аппаратов. Так что нашу армию застать врасплох не удается. Задача была не допустить проникновения диверсионной группы. Наше управление, задача блокировать их в указанном районе, нанести огневое поражение. Командно-штабное учение «Кавказ-2016» — это самые масштабные впечатляющие маневры. Своего рода экзамен для военных за прошедший год. Задействовано 12,5 тысяч солдат и офицеров, сотни единиц современной техники. Боевая и транспортная авиации, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Задача была не допустить проникновения диверсионной группы. Наше управление, задача блокировать их в указанном районе, нанести огневое поражение. Это пункт управления беспилотников. Сюда в режиме реального времени стекается вся информация. Уже отсюда по выделенному каналу связи она поступает в командный центр. При помощи беспилотников можно координировать действия личного состава, проводить воздушную разведку, а также наводить удары тяжелой артиллерии и авианалеты. Учению «Кавказ-2016» предшествовала не менее масштабная переброска войск. Все подразделения были подняты по тревоге в ходе внезапной проверки. Мотострелки и танкисты, саперы, военные инженеры, связисты и разведчики вместе с техникой были переброшены в ходе комбинированных маршей на сотни километров. Но домой, в пункт постоянной дислокации, они вернутся еще не скоро. До конца недели будут отрабатывать учебно-боевые задачи. Олег Сидякин, Сергей Турчанин, Алексей Даровских, Live Polygon.